Шалом! Шалом! Это последняя из четырех программ о Десятине. В предыдущей программе мы, во-первых, анализировали новозаветные стихи, которые говорят о поддержке верующими служителей Евангелия вообще и своих духовных наставников. В частности, основная их мысль такова, подобно тому, как храмовые священники брали часть жертвенного мяса себе в пищу, служители Евангелия имеют право на оплату своего труда из денег, которые наставляемые ими верующие жертвуют Богу. Во-вторых, мы сказали, что Новый Завет не предписывает ученикам Ешуа в этой связи десятину или какой-то другой фиксированный процент от дохода, больший или меньший. Если в Танахе есть как строго регламентированные жертвы и приношения, так и чисто добровольные, то в Новом Завете говорится только о добровольных. Апостол Павел, в посланиях которого мы находим больше всего наставлений о пожертвованиях, неизменно отстаивает свободу верующего, как в принципе, так и конкретно в этом вопросе. Он категорически против оказания давления при сборе пожертвований и очень последовательно проявляет в этом деле крайнюю щепетильность. Почему и какие практические выводы следуют из всего этого? Об этом сегодняшняя программа. Прежде всего, почему Новый Завет предоставляет нам полную свободу в решении, сколько жертвовать Богу, вместо того, чтобы установить фиксированный процент, например, ту же десятину? Или даже более высокий, в конце катов, десятина была в Синайском Завете, а Новый Заветный стандарт выше Синайского. Ишуа сказал об этом в Нагорной проповеди. Совершенно ясно. Говорю вам, если ваша правильность не превзойдет правильности учителей Тора и Прушим, то есть фарисеев, вы никоим образом не войдете в Царство Небес. Ответ. Потому что главная цель Бога в отношении денег заключается не в том, чтобы мы давали Ему больше. Вы не ослышались. Увеличение размера пожертвований – это, возможно, воля Божья для кого-то, и, может быть, даже для вас, дорогой зритель, но не главная его цель для каждого верующего. Руководство вашей общины и различные мессианские, христианские и светские благотворительные организации будут, конечно, очень рады, если вы сможете жертвовать им больше и чаще. Поэтому они, скорее всего, совсем не против того, чтобы у вас было больше денег. И, возможно, Бог тоже совсем не против этого. Но больше всего Бог заинтересован, по-моему, в чем-то другом. В первую очередь, я думаю, Он хочет сделать вас не богаче и не более активным спонсором какой-то общины или организации, а другим человеком внутренне. Он хочет изменить ваше сердце, обрезать его, если выражаться языком Торы и пророков. Таким образом, Он совершает это обрезание. Как Бог меняет человеческое нутро? С помощью каких технологий Он выполняет эту сложнейшую операцию? Пересадку сердца, замену сердца каменного на сердце плотяное. Нам этого знать не дано и не нужно. Это тайна, которая совершается Его Духом внутри нас. Но одну вещь можно сказать точно. Он работает с нами, не оказывая никакого давления на нас. Ведь Его цель в том и состоит, чтобы сделать нас людьми, которые сами хотят того же, что и Он. То есть воля которых сопрягается с Его волей свободно, а не по какому бы то ни было принуждению. Соответственно, все принудительные методы в Его работе с нами категорически исключены. Именно поэтому Ешуа, например, заповедует нам никого не осуждать. Ведь мы часто порицаем людей, надеясь этим порицанием и осуждением подтолкнуть их к изменениям. Ах ты такой секой, сухой немазный! Сколько раз тебе говорить, когда ты уже прекратишь себя так вести? В лучшем случае. И так далее. Но осуждение это один из видов психологического давления. И внешнее давление не может изменить человека изнутри. Оно может изменить его поведение на какое-то время. Но также оно всегда вызывает внутреннюю защитную реакцию и противостояние. В любом случае, сердце оно не меняет. По той же причине Бог никогда не является человеком во всей своей славе. Ведь такое его явление ошеломило бы нас. То есть, тем самым подавило бы нашу волю. Мы бы просто сжались от страха, если бы Бог явился нам во всем своем блеске, мощи и величии. Просто сжались от страха и почувствовали бы себя парализованными его мощью. Но остались бы при этом внутренне абсолютно прежними людьми. Поэтому же, по той же самой причине, Бог призывает нас к себе. Он влечет нас к себе своей любовью, но всегда оставляет за нами выбор. Откликнуться на его любовь или нет. Это очень хорошо видно в притче о блудном сыне, где отец, не говоря ни одного слова возражения, позволяет младшему сыну уйти из дома, оскорбив его. Что интересно, именно этот сын-бунтарь впоследствии переживает истинное покаяние, то есть перемену с сердцем, и возвращается не просто в дом отца, но и в его объятия. Старший же сын далек от отца, живя в его собственном доме. Почему? Потому что он не ощущает себя сыном в отчим доме. Он говорит отцу с горечью, вот я столько лет работаю на тебя как раб. Греческое слово, переведенное в синодальном служу, означает именно это. Исполнять обязанности раба. Его жизнь это не свободное творчество вместе с отцом, а исполнение приказаний. И хотя он выполняет их беспрекословно, его сердце озлоблено. Отец представляется ему скупым тираном, а родного брата он даже не может назвать братом. Говорит, этот сын твой. По той же самой причине Ишуа всегда сохраняет за нами право на свободный выбор, идти за ним или нет, когда некоторые ученики, услышав его слова о его плоти и крови, решают уйти от него, он не бросается за ними и не начинает уговаривать их остаться. Вместо этого он поворачивается к двенадцати и спрашивает, может и вы хотите уйти? Другими словами, ребята, чувствуйте себя совершенно свободными. Вы не обязаны оставаться со мной, если вам это не интересно или не нужно. И ответ Петра показывает, что по крайней мере он, а вероятно и все остальные, чувствовали эту свободу, которую он им дает. Куда нам идти? Отвечает ему вопросом Петр, говорит в ответ. Иначе говоря, мы может и ушли бы от тебя, Господь. Да некуда идти-то. Ведь у тебя и только у тебя есть то, что нам нужно, слова, дающие жизнь вечную. По той же самой причине Павел неустанно повторяет, что в Мессии Ишуа мы свободны. Не для беззакония и не для потакания плоти, а для жизни по духу. И поэтому он ни разу не говорит, сколько ты должен жертвовать Богу. Ты вообще не должен ему ни копейки. Но если ты любишь Бога, если ты хочешь сотрудничать с Ним, то жертвовать ему свои кровные – это не тяжкий долг, а что-то вполне естественное, как покупать подарки родителям, жене и детям. И хотя ты, конечно же, обсуждаешь с Ним размер твоих пожертвований, решение о сумме всегда остается за тобой. В Скинии храме на жертвеннике горел огонь, в котором сгорала часть мяса жертвенных животных, в то время как другая часть шла в пищу священникам. В особых случаях, например, во время противостояния пророка Ильи и пророков Ваала, огонь сходил прямо с небес на жертву. Так или иначе, сожжение этой жертвы символически означало, что Бог принял ее. В Новом Завете никакого огня нет. Бог принял жертву Ишуа раз и навсегда, а все деньги, которые ты кладешь в корзину, идут, как мы с вами отлично знаем, не к Богу, а прямиком в руки людей. Бог получает от твоего жертвоприношения только одно – благодарность и радость, с которой ты возвращаешь ему часть того, чем он благословил тебя. Теперь о практических выводах из сказанного. Может ли община учеников Ишуа жить не на добровольно принудительные десятины, а на по-настоящему добровольные пожертвования? То есть на пожертвования, которые собираются без всякого давления, без каких бы то ни было манипуляций. Реально ли это? Или все эти рассуждения на самом деле являются просто очередной идеалистической чушью? Ответить «да» на основании личного опыта я, к сожалению, не могу, поскольку и те общины, в которых я был раньше, и та, в которую мы с семьей ходим сегодня, призывают давать десятинам. В нашей нынешней общине именно призывают, не более того. Слава Богу. Самый жесткий вариант, свидетелем которого я был ни единожды, ни один год, это периодическое зачитывание с кафедры известных стихов из книги Малахи, которые объявляют проклятие недающим десятинам. Тем не менее, в истории было немало примеров того, как Бог обеспечивал людей по-настоящему доверявших Ему, и поэтому я убежден, что это возможно при соблюдении, наверное, нескольких условий. Хотя бы вот тех двух, о которых хочу сказать в заключении. Условие первое. Руководство общины четко понимает, что суть дела не в собраниях, а в ученичестве. Цель Бога сделать из нас учеников Ишуа, то есть людей, похожих на Него. В первую очередь внутренне, а затем и в поведении. И на практике это означает, что Он делает из нас не прихожан, а общину, то есть учеников, которые регулярно собираются вместе ради служения Богу, друг другу и неверующим в Ишуа людям. Как именно служить, это вопрос, который должен быть открыт, на мой взгляд, для обсуждения. Что из нашего служения существенно важно, а что второстепенно? Что имеет приоритетное значение? Это очень важный вопрос, в том числе и потому, что если, к примеру, дорогостоящая электронная аппаратура существенно важна для Бога служения, то есть для служения Богу, то и расходы у общины тоже будут очень существенные. Условие второе. Как ученики Ишуа мы практикуем как доверие, так и подотчетность. С одной стороны, мы доверяем друг другу и Богу, поэтому не давим друг на друга. Просить можно и Бога, и людей. Давить запрещено. Свобода священная. С другой стороны, деньги – тема чувствительная. И как реалисты мы понимаем, что в этой сфере, как и в любой другой, никто не застрахован от самых разных искушений. Не обязательно украсть деньги, можно просто составить бюджет, в котором мое служение занимает непропорционально много места. Поэтому наши расходы должны быть также открыты для обсуждения. Нам нужен руководитель на зарплате, или пока община еще слишком мала, чтобы платить зарплату служителям. Если нужд уже так много, то есть и свадьбы, и рождение младенцев, и похороны, и бармицвы, и ботмицвы, и водные погружения, библейские и прочие школы, и так далее. Если всего этого уже так много, что служитель должен освободить существенную часть своего времени, то сколько мы будем ему платить? И нуждается ли он вообще в этих деньгах? Может быть, он владеет недвижимостью на пассивный доход, от которой можно прокормить не только его семью, а еще и целую роту солдат? Тогда вообще в чем смысл платить ему? То есть, мне кажется, должна быть прозрачность всех финансовых потоков, имеющих отношение к жизни общины. Это укрепляет доверие. Тогда люди верят в то, что делают, и доверяют и руководству, и друг другу. Соответственно, тогда их сердца открываются и Богу, потому что это не может жить с сердцем закрытым для людей и открытым для Бога. Ну и тогда, когда сердце Богу открыто, ему, соответственно, легко расположить это сердце к даянию. Я не думаю, что если мы сегодня перестанем обязывать людей приносить десятины, то завтра же у нас будет так, как было при строительстве Мишкана. То есть, скини, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, которые повелел Господь сделать. Приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в Освятилище. И перестал народ приносить. Если мы когда-то и придем к этому, то, конечно, не за неделю и не за месяц. Но, если это было возможно тогда, почему это невозможно в наше время? Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о Десятине. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте.